всем привет дорогие друзья вы на канале зеленое хобби сегодня мы будем делать очень интересное занятие распаковывать вот эти интересные боксы здесь у меня стоят их 4 штучки хочу сейчас их освободить и вот сейчас здесь у меня ну не видно цитрусы начинают следующий этап хочу поставить их на укоренение поэтому будем укоренять но не сегодня а сегодня мы просто распакуем и посмотрим что у нас какая корневая система во мху получается есть вероятность конечно что во мху укореняется дольше но сейчас будем смотреть потому что я в декабре закинул и вообще не в принципе ничего не делал не открывал не смотрел ведь не поливал эти все как росло так и росло и поэтому какая корневая система это прошло уже получается где-то месяца в 9 принципе для лимона лимон укореняется в течение месяца двух вот если вы смотрели предыдущие мои видео я оставил в бутылочках на укоренение хочу посмотреть там разные сорта какие во мху примерно какое время им нужно на укоренение здесь у меня все лимон юзо поэтому он укореняется вот у меня примерно этот 9 месяцев во мху я вообще ничего не делаю в босс бокс воткнул поставил в погреб лето наступило вынес на улицу в тенек поставил так они у меня стоят и вообще ничего не делаю на улице 36 градусов жарень ничего не поливая ничего мог я один раз палил в самом начале и все дальше он получается микроклимат а из того что все герметично не выходит воздух сырость не выходит постоянно поддерживается влажность и получается то нет растут меня ну давайте я сейчас покажу что именно вот в этом боксе сейчас сам еще как бы давно не открывал не знаю вижу что везде куча листочков будем сейчас смотреть ну вот у меня бокс камушки я положил чтобы у меня не открывался он сейчас мы открываем и посмотрим что у нас произошло папам так ну посмотрите уже вовсю иду идет новый прирост даже какая-то трава тут выросла вовсю получается полностью свеженькие видите вот они идут это уже этого можно сказать года прироста поэтому сейчас мы будем все это открывать доставать и смотреть как это все видите мог вообще уже вовсю поглощает все листочки но этим он создается как бы им микроклимат и соответственно полностью не дает им засохнуть здесь если посмотреть вот уже даже он здесь уже куча тоже укоренившихся скорее всего и все она уже даже мухом начиная закрывать поэтому пришло время обычно да можно в принципе все это немножечко придавить и как бы дальше им дать расти вовку они могут расти не один год у меня были черенки которые росли у меня три года вам ху корневая система как большой горшок стала заполняться поэтому потом я запарился его еще мог удалять поэтому здесь у меня полностью эти он такой нежный мог растет получается 30 градусов даже жалко еще мог сам запах такой идет лесной как бы но вообще просто приятно и смотреть сейчас я здесь как бы все можно сказать уберу и заново обратно мог положу этот мог у меня многоразовый вот здесь у меня уже получается это третий раз я укоренял в этом боксе и поэтому мог я обратно верну только я уже его придавлю и новые черенки с деревьев сразу сейчас черенкую и сразу же воткну и опять так закрою до следующего лета и посмотрим чего будет как бы но сейчас буду доставать здесь я подготовил уже сразу же можно сказать ведерко с водой я буду сейчас их сразу же ведерко с водой чтобы корни не успевали подсыхать но давайте приступим к просмотру что у нас здесь есть но здесь вот такая вот интересная трава есть ну трава нам не нужна очень сложно распаковывать конечно всегда боюсь что-нибудь сломать все которые можно сказать черенки не укоренились мы их обратно запихнем в бокс но давайте вот первое вот у меня вытащилась посмотрим что у нас вот здесь вот есть новые приросты идут по идее как бы наверное все-таки должно уже что-то быть вот старый листочек какой-то отвалился давайте перевернем посмотрим что у нас здесь посмотрите видите корни торчат но их пока не так уж их много но нам самое то и надо сейчас чтобы было небольшие чтобы я их успел посадить давайте очень аккуратно надо их отделять но пока что корневая система у них небольшая поэтому они будут у меня спокойно оцепляться смотрите какой у меня он был длиннющий в принципе можно было разделить на две части эти и укоренить его смотрим что у него здесь с корешками вот посмотрите какие корешки находятся в принципе довольно достойные ну здесь единственное что вот идут свеженькие корешочки здесь вот один по ходу дела в воду попал и начал немножечко как бы подгнивать ну в принципе в таком плане у нас вот такой сейчас корешок давайте посмотрим что у нас дальше ну посмотрите здесь вообще деревянная палка ну понятно типа он даже и прироста не дал но не умер посмотрите как он сидит если он правда вам не видно вот здесь начинается уже появился калус и соответственно даже толстая палка пытается сейчас укоренить но мы и дальше поставим и она будет дальше у нас укореняться такая толстенная палка древесная здесь ее всю раз перла и вот есть маленькая точечками то бишь появился корешок сажалось вот такой корешок тоненький или не корешок палочкой вот прирост этого года уже и вот такая вот корневая система у него уже получилось но я могу сказать что да в принципе очень даже неплохо сейчас мы это все посадим вот так вот и дальше они начнут уже вовсю развивать корневую систему можно будет здесь уже отрезать и как раз привить что-нибудь уже достойное смотрите вот здесь вот видите только-только пошел корешок поэтому но он увидите даже еще свежих листочков нет это все у него старые можно сказать приросты и поэтому в таком плане с листочками не обрезанными вот так вот он сидел он вот только-только начало можно сказать давать корешки здесь такие уже вот самым тоненький ну который катя потоньше они быстрее дают корешки эти вот у него уже идут вот вовсю идет свеженькие корешки каждый день наращивает можно сказать корешки так ну вот ребята я короче разобрал здесь у меня находятся черенки которые уже укоренились здесь у меня находится черенки которые не укоренились и вот здесь у меня я выкинул я уже их тоже посчитал здесь которые черенки у меня не укоренились в итоге получилось 32 штуки у меня укоренилась 27 штук еще не укоренилась но из них уже 13 с такими малюсими корнями я сейчас их будут сюда обратно сажать те которые не укоренились но допустим вот такого плана видите корешок у него маленький давайте вам покажу поближе вот такого плана корешок у него видите довольно маловато еще я сейчас его обратно посажу ну либо есть вообще даже вот такого плана вообще малюсенькие корешки вот видите как бы все набухло все есть как бы но корешков еще как бы маловато я их сейчас обратно закопаю мог пусть они укореняются здесь у меня вот 32 штуки вроде я сосчитал здесь у меня уже все вот можно сказать с корнями сейчас я их буду высаживать здесь уже вот такие все корни можно сказать по сантиметров 10 там 2 3 4 штуки поэтому даже есть очень интересные такие сейчас я вам попробую показать если найду уже довольно но уже как дерево смотрите уже можно сказать вот такой черенок можно сказать да многие не укореняют но если допустим я сейчас его посажу он нарастит у меня за месяца полтора корневую систему он видите какие кидает как как решки и уже это полностью плодоносящие можно сказать лимонами и уже может как ну непонятно что типа еще не сильно не сформирован но уже в горшке вот так вот он будет сидеть будет выглядеть как но не годовалые уже ремонт а уже как бы можно сказать совершенно нормальные ну и либо даже вот для эксперимента я вот пытался укоренить вот такие толстые можно сказать веточки смотрите какие большие жирные ветки вот они тоже можно сказать дают корни здесь уже получается как бы сейчас его тоже посажу посмотреть какие шикарные корешки и отсюда везде из почек пойдут у него новые приросты довольно я думаю что быстро ну в общем есть да такие типы тоже уже как дерево вот оно пошло в три можно сказать и веточки эти и соответственно тоже дают неплохие корешки есть даже у меня вот еще тоже как можно сказать уже толстые ветки смотрите какие толстенные и вот у него уже тоже пошла большая корневая система то бишь будет сейчас он у меня можно сказать уже как полноценные даже здесь в принципе вот это практически сформированные можно сказать лимон но есть вот такие веточки они начали гнить 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 и соответственно вот дошло до почек там не получилось ей и она отпустила уже можно сказать корни от следующей почки вот они уже вот получается 15 сантиметров три штуки этот тоже получается довольно толстая ветка но вот еще тоже для эксперимента решил толстую ветку можно сказать укоренить тоже без проблем толстая ветка укоренилась главное чтобы она была еще слегка зеленая здесь она уже он древеснеет вовсю как бы но сейчас я ее посажу и уже получится полноценное тоже такое мощное можно сказать сажение ну и так вот здесь все остальные по мелочи понять типа есть вот такие маленькие вот они в тоненькие веточки ну как тоненькие и где-то все на 5-6 миллиметров вот такая вот веточка тоже полноценно и сейчас вот эту часть отрезаешь и на нее уже можно сказать если надо чем быть прививаешь мы сейчас я их пока положу воду потому что уже сейчас начинает темнеть я через полчаса начну их сажать поэтому чтобы они у меня корни не засохли я их соответственно уберу ну а вот эти которые просто можно сказать да вот хороший череночек у ведь но он даже можно сказать еще здесь даже не на бух поэтому я просто и сейчас буду так вот обратно поставляю которые с корешками я их от москва прости до самого конца где там сыра вот так я сейчас всех поставлю и опять накрою следующие меня два бокса я уже показывать не буду потому что довольно это все долго получается я также их распределю но потом сниму вам видео сколько примерно у меня получилось как они у меня где растут они пойдут час из-за того что они привыкли к важности я сейчас отправлю в погреб дал меня настроена свет и они уже будут до следующего лета у меня сидеть можно сказать там я буду на них делать прививки когда они уже пойдут в рост пока сейчас они будут у меня приживаться но уже после того как пойдут новые листочки можно будет начать их прививать уже но они в принципе и так уже плодоносящие все но буду прививать уже чего я хочу еще но это все лимона как бы на лимон и лучше всего прививать а эти я сейчас отправлю возможно из всех трех боксов я один соединю и тому что здесь я сажал их получается 30 плюс 30 70 штук и вот из них 30 прижилось 15 дали корни на маленькие и еще 15 получается в таком состоянии непонятном еще как бы но в принципе получается практически 15 процентов выпада из такого количества и когда вообще ничего полностью не делаешь вот посадил все вот эти черенки и они у тебя прямо так вот и растут и просто через год пришел вот набрал уже готовых опять остальные поставил уже эти скорее всего уже через месяца два будет такая же корневая система и все и забыл вообще мог получается запах такой болотистый я свет снизу положил слой старого мха сверху который вылезала накрывал листочки но соответственно может быть некоторые были слишком глубоко мало света видели мало корней дали поэтому сейчас у них опять все будет как положено и я думаю что в течение месяца они у меня дадут нормальные шикарные корешки ну в принципе очень удобный такой способ у этого всего укоренения то бишь ты не надо ни за чем следить и получается у тебя все шикарно и поэтому всем рекомендую этот способ самым практикую да есть вероятность но это я буду сейчас проверять я будут новые черенки насажать уже в землю посмотрю на насколько они будут земли одинаково посажу мох и посажу еще в торф но в торфе конечно есть вероятность что он как бы может сгнить и но мне просто интересна сама скорость развития корневой системы потому что здесь у меня как вы видите почти целый год стояла ну и целый год получается меньше ну и там света не было как бы практически поэтому там такие условия да если проветривать применять этот мох давать чтобы было солнышко есть вероятность что конечно это все будет быстрее но у меня это все росло на автопилоте при 36 градусах жарень ничего не поливалась но мог он я его выдавливал он весь мокрый все нормально не подсыхает получается очень хороший способ на автопилоте засадил и забыл через год пришел ведро набрал готовых другие опять посадил они будут дальше сидеть то бишь сами по себе черенки они не умирают да вот есть вот такие еще как бы уже в принципе можно их посадить в землю но я сейчас их пока что еще посажу обратно в торф как бы да вот они вот видите с малюсенькими корнями но ничего страшного они дадут себе корни поэтому сейчас я сейчас обратно все уплотнил сейчас я их обратно посажу накрою опять поставлю в тенек и будет у меня уже до заморозков практически сидеть здесь потом я их в погреб уберу и скорее всего я уже их буду пересаживать эти сейчас я пойду посаживать если вам интересно я буду другие боксы разбирать когда разберу уже будет у меня тут такой же тазик стоять и я вам покажу какая земля какую я их сажаю и что я дальше с ними делаю все ребят подписываемся на дзен youtube контакт до новых встреч с вами был михаил